Друзья, бонжур! Поговорим про амбровые ароматы. Из чего делаются, какие бывают и чем пахнут. Продолжайте смотреть. Поехали! Вокруг амбры существует очень много путаницы. Давайте попробуем распутать этот клубок. Зная о том, что я не являюсь ни парфюмером, ни химиком, а только любителем и исследователем, который делится своими мыслями. Итак, амбра. Настоящая. Та, которая кашелотная. Интересно, что она все еще добывается, но стоит столько, что в парфюмерии нецелесообразно ее использовать. Но что же это такое? Поняв это, можно понять, что за аккорд. Я все думала, что, наверное, этих кашелотов мучают и убивают. Нет? Кашелот у нас питается кракатицами и осьминогами. В них есть такая, знаете, как будто бы пластиковая часть, которая не переваривается организмом. Ну, в общем, те, кто едят осьминогов и кракатиц, знают, о чем я говорю. Вот эта часть, она остается в желудке, там где-то болтается. И в какой-то момент, ну, в общем, кашелот от нее избавляется. Вот этот шарик амбровый, он плавает, обмывается морской водой, впитывает все морские ароматы, в какой-то момент выбрасывается на пляж и там себе сохнет на солнце. И, естественно, вот эти вытяжки из этой амбры, это серая амбра, животная такая, она придает глубину ароматам. С другой стороны, существует амбровый аккорд, который включает в себя всякие разные элементы, образующие вот эту такую тягучую, сладкую, томную историю. Кстати, до появления парфюмерии, вот этой нашей, сегодняшней, в аптеках во Франции продавалась амбровая вода. И там амбра не участвовала. То есть, был какой-то набор трав, это такая была настойка на уксусе, и она тоже называлась амбровой водицей. Поэтому вот эта вот путаница, она со временем обросла большим количеством мифов. И сегодня, по определению, амбровый парфюм является женственным, ну, во всяком случае, глубоким, парфюмом на выход, сладковатым, тонным, ну, иногда даже слащавым. Поэтому многие как-то вот не терпят эту самую амбру. Ну, возьмите, к примеру, меня. Если забыть кашелота, то в наше время амбровый аккорд образуется амброксаном. Это такой главный элемент химического свойства. Я буквально недавно понюхала его частиком. И вы знаете, пахнет, я бы сказала, не так уж глубоко. И вообще в чистом виде он, ну, ничем не припечателен. Он становится интересным, когда добавляется к другим ингредиентам и придает сразу же такую тяжесть, глубину, сразу же становится объемным. Ну, то есть, как бы вот это он украшатель формулы. Но опять-таки, как обыграть, с чем связать и так далее. После всего сказанного, что же я вам предложу к обзору? Ну, ароматы будут очень разные. И я надеюсь, нетривиальные. Подборка такая, чтобы было на разные вкусы и на разные типы вот этой самой амбры. Ну, во всяком случае, то, чем мы ее сегодня заменяем. Итак, будет первых два аромата, в которых амбра в названии. Первой композицией с амброй в названии будет Герлан и Амбра Этернель. Ну, Герлен, знаете, обыграл. Обыграл просто амбру. И здесь, как мне кажется, вот такой амбровый аккорд. Хотя заявлена серая амбра. Они прямо на коробочке, честно, указали серую амбру. Ну, я животность в этом аромате чувствую как кожаный аккорд. Потому что в этой композиции вот что-то такое кожаное все-таки есть. Кожанодымное. Аромат достаточно сладкий. Держится очень долго. То есть это такое вложение. То есть вот этих 15 миллилитров или сколько у меня. Это очень такой долгоиграющий проект. Не хочется мне сегодня вспоминать все ноты в каждом аромате. Но эта амбра достаточно явная. Но, как по мне, это не серая амбра, а вот такой вот амбровый аккорд. Состоящий там из бензоина, из каких-то смол, из ванили, возможно. Вот такой вот амбровый, нарядный, яркий представитель этого семейства. Еще одна амбра в названии. Ambron Royal от Ormond Jane. Совершенно контрастный предыдущий. Совсем недавно я достала из шкафа одежду, пропитанную этим ароматом, и все думала, что же это такое. Настолько это красиво. И я подумала, что вот я это носила, значит, у меня это должно быть. Аромат все еще мне нравится, все еще я считаю его очень универсальным. Чем же он пахнет? Для меня этот архун, какая-то вот трава такая, знаете, все это молекулярно так вот собрано. Нет натуральности в этом аромате. Но насколько красиво, насколько передан вот ощущение искр праздника. Но вот если нужно сказать, что это шампанское, то, наверное, вот оно придаст вот этих пузырьков. И амбра здесь, я так думаю, что она все-таки тоже молекулярная. Она придает глубины, и аромат все-таки среднего звучания. Вот как я люблю, когда не слишком в верхах, не много басов, а вот он средний, и вокруг него там что-то пляшет. И в какой-то момент вы все время выдергиваете что-то новое для себя. Аромат прекрасный. Никаких топных, слащавых, животных аккордов здесь не ждите. Очень европейская, очень модная история. Амхахуаяль. Дальше будет амброксановая история. Это Изи Аланюи от Стислей. Ну смотрите, что в этом розовом аромате делает амбра. То есть, как по мне, это амброксан. В классическую розовую композицию Изи положили фрукты, ягоды и амброксан. И получилось довольно томно, гораздо более глубоко, чем предыдущая такая летящая розовая композиция Изи. Да, вот вечерний вариант. Ну, как мне кажется, что если бы положили меньше фруктов, возможно, он бы был еще более вечерним. Я думаю, да, амбра здесь как-то вот придает все-таки такого более тяжеловесного плаща. Да, то есть вот если говорить про одежду, то есть бывает какой-то легкий шлейф, а здесь так вот прям амбра в бархате. Именно в амбре глубина всей этой композиции. Теперь поговорим про как бы мужскую композицию. Moschino и uomo с вопросительным знаком. То есть еще непонятно, мужской uomo или женский. Но я скорее склоняюсь к тому, что он мужской. И этот аромат мне трудно носить не из-за амбры, а из-за мускуса. Но сегодня мы не про него. Хотя начало у него очень-очень многообещающее. Оно свежеспециевое, и мне это очень нравится. Такая пряность, знаете, вот с шалфеем, с альдегидами. Такой яркий аккорд с брызгами. Но потом скатываются в какой-то одеколонистый и такой навязчивый, дребезжащий на одной ноте аккорд. То есть вот он стоит и бубнит свое, такой ворчун. Но в принципе аромат, вот если на вас сядет хорошо, может быть красивым. Хоть и заявлена серая амбра, такой немножко солоноватый она имеет оттенок, такой немножко животный. Uomo это тот представитель амбровых ароматов, который не скажет, что это амбровый парфюм. Что вы думаете про этот аромат? Потому что я знаю, что было много вокруг него разговоров, насколько он нейтральный по гендеру и так далее. Вот как вы его носите? Носит ли вы или ваш муж или наоборот? Но для меня он как-то не очень носибельный. Немножко олдскульный. Но все-таки амбровый. Еще не могу вам не показать классику. Это Opium Fleur de Shanghai от Yves Saint Laurent. Это вот такая лимитированная была у них коллекция ориентальная. В свое время мне именно вот эта ориентальная коллекция очень нравилась. Почему-то я ее не купила. Ну тогда я помоложе была и мне казалось, что ну как-то все равно этот аромат для меня тяжеловат. Потому что Opium, ну тут уж и амбра, и восток и так далее. Здесь все-таки, хоть и ориентальная композиция, но все-таки она не настолько амбровая. Fleur de Shanghai более мягкая и кремовая опиумная история. Она прям такая вот, которую хочется прильнуть. Это аромат, в котором все-таки присутствует гвоздика. Но амбровая часть в этой композиции именно что является аккордом. То есть, как по моим ощущениям, это не серая амбра, это вот смесь там лабданума, бензоина, ванили, может быть еще каких-то древесных нот. И вот в итоге создается впечатление классического амбрового, вот то, что мы называем амбровый, томный, сладкий аромат. Но отличается от классики опиума тем, что он более мягкий, тем, что он менее дребезжащий гвоздикой. Поэтому те из вас, кто увлекается винтажным парфюмом, предлагаю обратиться вот поискать Fleur de Shanghai и, в принципе, его братьев-фланкеров гораздо более носибельные вот в наше время. Теперь один из самых красивых мужских ароматов, классика, маст в туалетной воде от Cartier. И здесь много джазового в этом классическом варианте. То есть классика, которая сегодня все еще звучит современно. И амбра здесь в аккорде, как по мне. То есть это не отдельный ингредиент, а вот смесь разных, выдающих тягучесть. Но вначале здесь такие красивые специи, что и хочется повторять и повторять. Аромат длится достаточно долго, но он не вечный. То есть его можно ради вот этих первых нот брызгать снова. Его не цитрусовая свежесть ценна, потому что она длится дольше, чем просто цитрусы. Ну и поддержана вот этим амбровым аккордом пресловутым, ради которого, конечно, стоило затевать весь парфюм. Этот маст действительно маст. Он отвечает своему имени. И без амбры он бы не случился. Я не знаю, сколько ароматов я уже описала, но без этого не обойтись. Это Paris Venise от Chanel. И здесь как раз таки мне хотелось показать, насколько амбра может быть интересной в плане глубины для того, чтобы разукрасить акварельность и лёгкость аромата. Вся вояжная линейка от Chanel задумывалась как туалетные воды, такие вот лёгкие. И путешествие прошло, было приятно, остались воспоминания. Но вот Paris Venise хороший пример использования амбры. Естественно, здесь амбраксан, вот как мне кажется. Но очень много цитрусов разнообразных. Плюс корень ириса, всё такое вот, знаете, по верхам, всё такое пастельное. Красиво. Но если бы не амбра, которая так чуть приземлила этот аромат, он бы был, ну уж слишком лёгким, уж слишком таким эфемерным. А вот амбра пришла и всё красиво обыграла. И вот именно сейчас, мы сейчас с вами в ноябре, и вот начиная с сентября, он хорошо, как мне кажется, звучит, более амбристов. Потому что его можно, в принципе, пользоваться и весной, и летом, и зимой. Ну, то есть, знаете, как ароматы Chanel, это такая вот хорошая классика, которая очень часто выручает. Но именно этот, мне кажется, звучит хорошо, когда начинает холодать. Когда ещё есть свет, есть солнце, и вот амбра здесь как-то так вот, она расцветает, она как-то раскрывается другим боком. Вот такой вот пример немножко другого прочтения амбры. Дальше я вам расскажу про аромат, который у меня буквально на донышке остался, Serge Le Tince. И это Gris Claire, аромат лавандовый. Мне хотелось показать ещё один аспект амбры. Здесь заявлена серая амбра, потому, наверное, Gris Claire. Не знаю, для очень многих этот аромат является таким, знаете, ну вот говорят, что это аромат горячего утюга, когда проходишься по чистому белью. Смесь лаванды как бы чистота, да, плюс, наверное, альдегиды какие-то. И вот вместе соединяясь, они выдают что-то такое похожее на пары утюжка. Но я здесь скажу, что амбра, как мне кажется, это такой горячий элемент, такой тёплый элемент. Потому что лаванда, она более такая холодная, да, такая, здесь она немножко нервная. И вот они когда встречаются, они как бы спорят между собой, и получается такой немножко даже ретровый аромат. Его носил мой муж. И вот он стойко это сносил, и под конец сказал, я просто больше не могу. Я так поняла, что вот этот спор холодно-горячих элементов, он его прям так вот поднадоел. Но это такой вот аромат, как мне кажется, офисный. То есть мой муж его носил, чтобы быть непререкаемым. То есть это такая чистота, немножко олдскульная, но хороший аромат тем, кто любит классику. И опять-таки, почему я представляю его сейчас? Потому что амбра здесь как оппозиция к лавандии. То есть она вот своё гнёт, и кто кого поборет или перекричит. Ну, следующая композиция очень женственная. И это амбра вот такая мягкая, прям вот кошачья, красивая. Лаура Биаджотти, Венеция. Я её описываю часто, особенно в осеннее время. Мне кажется, что вот очень удачный аромат на свою тематику. И мне кажется, редко найдёшь такую гармонию. Итак, здесь амбра, здесь сухофрукты и просто фрукты. Мне кажется, что здесь даже что-то такое вот ванильно-медовое. То есть это не мёд, но это такая прекрасная, гурманистическая ваниль, которую, с одной стороны, хочется съесть, но это не ванилин, который, знаете, свербит где-то там. И вот то, что мы говорим о янтарной аромат, да, потому что это опять путаница. Янтарь и амбра в вольном переводе можно так перевести, конечно же, но это одна только грань этого перевода. Вот здесь янтарный цвет, но ничего янтарного в этом аромате нет. Красиво переданная обстановка, пейзаж вот этим ароматом. Я не знаю, насколько он венецианский. Амбровый в том смысле, что он очень женственный, привлекательный, манкий. Must have такой амбри. И закончу я одним из самых лучших ароматов вот в этой подборке. Одним из самых лучших в том смысле, что вот он в своём сегменте бюджетном является просто гениальным. Это Лука Мофей, и это Алиса Эшли, и это Уд мужской. Женский будет более складким. Мне кажется, там тоже есть амбра, но он такой более тягучий. Вот то, что мы называем вот амбровым ароматом, опием и так далее. Здесь нет. Здесь не ищите никакой сладости. Здесь есть амбра. Она, наверное, серая. Она поддерживает глубину какой-то сухой истории. Такой сухой, шершавой, травянистой. Очень красиво. Очень красиво это звучит. И я его, честно говоря, забросила этот аромат. Он у меня где-то там стоял на полке. И сейчас стала готовиться к видео, и раз, побрызгалась, а он такой классный. Так что я буду пользоваться. И те, кто его знает, прошу мне написать. Потому что как флакон, мне кажется, вообще гениальный. Вот он просто не прибавит, не убавит. Тем более синий такой красивый, кабальтовый или кобальтовый, не знаю, цвет. И сам по себе аромат очень красивый, без намека на сладость. Вот такие ароматы из амбры я люблю. И вот этой томности а-ля слащавости нет. Когда можно пахнуть ярко, но не сладко. Вот это прекрасный представитель за бюджетные деньги. Часто говорим, а вот ниша лучше или бюджет? Так вот здесь подошли к бюджету, как к авторской парфюмерии. И получилась прям вот такая вот хорошо проделанная домашняя работа. Продуманная на каникулах с удовольствием. Очень классный аромат. Как каждодневный, так и нарядный. Красивый уд от Луки Мафея. Друзья, я знаю, что многие ожидали амбровой подборки. Мне хотелось, чтобы она была разнообразной. Я надеюсь, с этой задачей я справилась. Конечно, амбровых ароматов масса, много. Кому-то они уже набили оскомину. Кто-то хочет что-то новенькое узнать, какую-то новую грань открыть для себя. Мне кажется, что вот в этой подборке были именно такие какие-то нетривиальные варианты. Пишите в комментариях про своих амбровых любимцев. Мне будет очень интересно. Особенно, если они дымные, пряные, не очень сладкие. Ну и, естественно, до скорых встреч. Счастливо и пока! Субтитры подогнал «Симон»!